Итак, в регионе обновляют подъездные пути к 24-м садовым товариществам. К концу лета большинство садоводов смогут беспрепятственно проезжать к своим огородам. Где работы уже начались, узнала наша съемочная группа. СНТ-сигнал Ульяновского района. Здесь этим летом живут и здравствуют огородники 200 домов. Некоторые садоводы перестали вести свои хозяйства по банальной причине. Проехать было невозможно. Старую дорогу окончательно размыло. И в прошлом году правление сигнала обратилось к губернатору с просьбой. Все звенья власти отнеслись к этому делу положительно. Это очень отрадно и приятно. Дорога для нас – это дорога жизни. Вы обратили внимание, что СНТ на острове находится со всех сторон овраги. Выехать невозможно, особенно в грязную погоду. В начале лета строительство закипело. Сейчас работы выполнены уже на 60%. Общая площадь – 6000 квадратных метров. Длина пути – километр. Дорогу расширяют. Это делается для того, чтобы в скором времени пустить к СНТ автобус. Также производится замена труб водоотведения на двух участках. На данном объекте работают 6 человек, 6 единиц техники. Работа производится согласно графику работы. Завершить строительство дороги жизни, как выражаются местные садоводы, планируют в августе. Главное, чтобы погода позволила. Похожая ситуация с подъездом к СНТ «Родники» в Маинском районе. Наша СНТ существует более 40 лет. Здесь 85 участков. Все участки обрабатываемые. В прошлом году нам восстановили дорогу. Ее приподняли, отсыпали. Сделали подъездные пути. Благодаря администрации Маинского района и департамента автомобильных дорог Ульяновской области. За что мы им благодарны. Всего в Ульяновской области обновляют пути к 24 садовым некоммерческим товариществам. На это предусмотрено около 50 миллионов. Общая протяженность ремонтируемых дорог больше 9 километров. Новые подъездные пути к СНТ появятся в Черноклинском, Маинском, Ульяновском районах, а также в Димитровграде и в областном центре. Елена Тимонина, Ксения Грищенко, Вести, Ульяновск.